Приветствую всех в заключительном уроке мини-курса по фишкам и лайфхакам иллюстратор, в котором мы быстро пробежимся по основным проблемам, с которыми часто сталкиваются новички, и разберём способы их решения. Ну а прежде чем мы начнём, хотелось бы обратить ваше внимание на наше сообщество ВКонтакте, в котором мы ежедневно публикуем очень много различного полезного контента по всем сферам дизайна, который удобно разделён по тегам, чтобы облегчить поиск и навигацию по нему. Мы также публикуем подборки ссылок на различные ресурсы с бесплатными плюшками для дизайнеров. Найти всё это можно по тегу VideoSmileFreebies. Стоит ли говорить, что у нас довольно активная комьюнити, и вы можете задавать свои вопросы на стене группы или в личку сообщества, и вам обязательно помогут. И самое главное, не забудьте подписаться на нашу еженедельную рассылку. Каждую пятницу наш контент-менеджер Гульнара Абдулина собирает мега-полезный дайджест из самого необходимого интересного контента, а также различных материалов. Подписаться на рассылку можно, кликнув по этой кнопке. Ссылку на наше сообщество ВКонтакте вы найдёте в описании к этому видео. А мы начинаем! Первая проблема заключается в том, что часто новички активируют режим просмотра контуров, он выглядит следующим образом и не знают, как вернуть всё обратно. Для этого есть сочетание Ctrl-Y. Используйте его, и отображение вашего документа вернётся к обычному. Следующая проблема выглядит так. Допустим, я выделяю объект и хочу масштабировать его, но я не вижу рамки трансформирования вокруг выделенного объекта. Возможно, вы случайно скрыли её, её можно включить по сочетанию Shift-Ctrl-B или при помощи соответствующей галочки в меню View – Show Bounding Box. В продолжении темы о скрытых вспомогательных элементах. Как видите, у меня есть выделенный объект, и, как правило, когда мы обращаемся к инструменту Direct Selection Tool, на нём появляются опорные точки. На самом деле они просто скрыты, и включить их отображение можно с сочетанием Ctrl-H. Либо, опять же, через меню View – Show Edges. Нередко пользователь и иллюстратор сталкиваются со следующей проблемой. Мы создаём какую-нибудь фигуру, задаём ей цвет, и видим, что фигура лишь поменяла свой оттенок. И как бы мы ни пытались задать ей нужный цвет, она остаётся в оттенках серого. Это может быть как следствие эндбага, так и простой невнимательности, но я всё равно покажу, как это исправить. Переходим в меню Window, раскрываем панель Color, и здесь переключаемся на режим RGB. Теперь мы можем покрасить фигуру в нужный нам цвет. Говоря о невнимательности, порой вы можете столкнуться со следующей ситуацией. Допустим, у меня есть объект вот с такой градиентной заливкой, и я хочу его отредактировать. Беру инструмент Gradient Tool, и вижу, что курсор не меняет свой вид, и к тому же изменения на панели Gradient не меняют его внешний вид. На самом деле проблема вот в чём. Обратите внимание сюда. Мы находимся в режиме редактирования обводки. Она очень тоненькая, и мы её совсем не измельчаем, но при этом она создала вот такой небольшой конфуз. Для решения проблемы нам нужно просто переключиться обратно к режиму редактирования заливки. Далее рассмотрим проблему отображения лишних вспомогательных элементов в окне программы. Допустим, вы работаете с панелью инструментов, хотите выбрать какой-нибудь, промахиваетесь и случайно активируете вот эту сетку. В последних версиях иллюстратор появилась вот эта плашка, позволяющая отключить её, но так было не всегда. И её отключение до этого было на самом деле не очень интуитивным. Многие даже сохраняли документ и перезагружали программу для этого. На самом деле скрыть её можно сочетанием Shift-Ctrl-I или также через меню View, Perspective Grid, Height Grid. Далее рассмотрим немного неочевидные нюансы работы с Pathfinder. Допустим, у меня есть две таких фигуры, и я хочу вырезать из них вот эту центральную. Попробуем выделить их и использовать вот этот режим. Как видите, у нас осталась только одна фигура, и нам это не подходит. На самом деле нужно, во-первых, сгруппировать вот эти две фигуры командой Ctrl-G, затем выделить все фигуры, зажать Alt и только тогда активировать функцию Minus Front. Как видите, если навести курсор на эту иконку, то появится всплывающее окно с этой подсказкой. Вы могли столкнуться и с такой проблемой, когда в иллюстратор пропадают нужные вам панели, вы могли их закрыть случайно, или опять же, это может быть следствие ошибки программы. В любом случае, открыть все нужные панели можно через меню Window, или сделать это быстрее, перейдя к меню шаблонов и нажав здесь кнопку Reset. У меня задан мой собственный шаблон с такой раскладкой интерфейса. Он для меня удобен, поэтому я всегда могу быстро вернуться к нему, просто сбросив его к первоначальному виду. Также вы можете создавать и свои раскладки интерфейса вот по этой кнопке. Иногда иллюстратор может докучать своим поведением. Это касается следующей ситуации. При создании какой-либо фигуры появляется панель Transform, которую вы закрываете, снова создаете фигуру, и она снова появляется. Вам несложно будет закрыть ее два раза, но что если вы создаете по 100 таких фигур? Отключить эту функцию можно на этой панели, сняв галочку Show on Shape Creation. Закрываем ее, и теперь она не будет появляться при создании фигур. В иллюстратор есть удобный режим изоляции, который позволяет работать с каким-либо объектом отдельно. Это особенно удобно, если у вас в документе вот так много объектов. В него можно перейти по двойному клику, но зачастую он вводит новичков в ступор. Так как при этом рабочая область у нас заливается серым цветом, мы не можем выделить другие объекты, и не можем обратиться к ним никаким инструментом в делении. На самом деле из него можно быстро выйти, просто нажав кнопку Escape, или же кликнув по этой области программы. И на этом наш урок подошел к концу. Спасибо за просмотр. С вами был Евгений Гончаров, сайт videosmile.ru. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok